Наталья Юрьевна, мы много говорим о пополнении доходной части бюджета. Как известно, есть налоговые доходы, неналоговые доходы. С налоговыми понятно, да, это то, что обязаны платить граждане, предприниматели. Не налоговые, это доходы от аренды земли, а от продажи имущества. И, как я понимаю, ваше ведомство как раз-таки курирует эти вопросы. Совершенно верно, Надежда. Действительно, вот сразу хочу сказать, что, когда мы говорим про пополнение доходной части бюджета, касательно Минюста Чуваши, это вопрос непростой. Нас отличает от других органов исполнительной власти этот вопрос тем, что мы от многих не являемся просящими, мы именно приносим доход в совокупности с деятельностью наших органов местного самоуправления. Если вот ежегодно сравнивать, полтора-два миллиарда мы приносим в бюджет Чуваши от нашей деятельности, о том, что вы сказали. Это по разным направлениям. В целом, если сказать, от управления распоряжением государственным, муниципальным имуществом, неразграниченными землями. Это работа ни одного дня, это работа ни одного, ни двух специалистов, это работа целой команды, команды правительства Чувашской республики в целом. Ну вот за 9 месяцев, насколько я знаю, этого года почти полтора миллиарда рублей, 1,4 миллиарда. Вот это все-таки много или мало? Как вам результат? Я считаю, что это и не много, и не мало. Это пока примерно мы придерживаемся средней статистики прошлых лет, немножко ее опережая. И хочу сказать, что динамика идет на повышение доходов у нас. Мы эти цифры показываем ежегодно на увеличение. В этом году Владимир Владимирович Путин поставил перед всеми органами исполнительных, перед всеми субъектами задачу перейти на электронные аукционы. Я хочу сказать, это вот для нас очень положительно повлияло. Если раньше только республика, мы свое имущество отторговывали на электронных аукционах, на специальных площадках. Сегодня сейчас все муниципальные образования к этому процессу присоединились. И вот только на примере госимущества скажу, что то, что мы порядка двух-трех лет не могли продать, разные объекты недвижимости в разном состоянии есть. Сегодня, благодаря тому, что у нас покупатели со всех субъектов Российской Федерации принимают участие в аукционах, у нас идет продажа такого имущества. Достаточно успешно. Хорошие примеры есть в этом году. Весьма актуальный вопрос – это выявление и земель, сельскохозяйственного значения, свободных, неиспользуемых. У нас шла программа «Народная инвентаризация». Мы активно эти земли старались найти. Но, Наталья Юрьевна, а что дальше? Вот нашли, узнали. Выстраивается ли все-таки очередь желающих эту землю сразу же забрать? Вы знаете, земля – это всегда тот базовый объект недвижимости, за который же в древние времена боролись, и сегодня споров очень много. Земля всегда была актуальна, и землей всегда нужно уметь правильно распоряжаться и пользоваться, чтобы споров минимизировать. Вот мы поэтому земли сельскохозяйственного значения, они для нас очень важны, для республики, я имею в виду. Ведь у нас 55% от земельного фонда именно такая категория земель. Соответственно, мы всегда им уделяли большое внимание. Но земли сельскохозяйственного значения в ней имеют большое значение долевики. А долевики, вы сами знаете, что это 90-е годы, когда колхозы, совхозы распоряжались, предоставляли долевикам, кто там работал, эти земельные доли. И на том этапе окончилось это фактически тем, что многие просто эту долю по бумаге получили, но нигде в сведении Росреестра сведения о их собственности не проходит. Соответственно, на определенном этапе возник вопрос к тому, что кто же этой землей у нас распоряжается, и кто за нее платит налоги, и кто за нее отвечает и обрабатывает нашу землю сельскохозяйственным назначением. Вот благодаря тому, что Михаил Васильевич Игнатьев у нас четко поставил задачу перед всеми органами местного самоуправления по работе с невостребованными земельными долями, в части земель сельхозназначения, и благодаря этому волевому решению сегодня у нас Чувашская республика занимает лидирующее первое положение в ПФО по регистрации невостребованных земельных долей. Татьяна Юрьевна, Ваше ведомство курирует еще и работу ЗАГСов, и хочется спросить все-таки о том, как в нашей республике ситуация с созданием семьи, с разводами. Вот статистика все так же печальная, на две регистрации брака один развод? Для нас вопросы семьи, вопросы укрепления института семьи и брака всегда были значительно важны. Мы все-таки посовещались и совместно с системой здравоохранения, органами соцзащиты выстроили работу на разъяснительную. При расторжении брака все-таки нацеливаем нашу и судебную систему, если это в большинстве случаев именно расторжение брака происходит через именно судебную систему, использование сроков для примирения сторон. Фактически это у нас право суда. Если сторона не заявляет, это право суда. Сегодня суды этим правом пользуются, даже если стороны об этом не говорят. И только после того, как стороны настаивают, неоднократно применившие этот срок, идем на это. У нас, в принципе, ведь Чувашскую республику, о чем я говорила и буду всегда говорить, наш чувашский народ характеризует именно стабильность института семьи и брака. Вот с точки зрения показателей и цифр у нас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифры по расторжению брака на 5% ниже аналогичного периода, а по вступлению в брак на 8% в среднем цифры у нас увеличились. Если в относительном показателе на 1 тысячу населения брать с коэффициентом 3,2, вот эти органы статистики ведут такой показатель, потому что все мы субъекты разные, когда субъекты сравнивают, то мы по наименьшему количеству разводов, расторжению браков наряду с Мордовией занимаем первое место, по наименьшему количеству. А среди субъектов Российской Федерации у нас восьмое место. Вы знаете, это хорошие показатели, и мы эти показатели из года в год выдерживаем. По поводу статистики, о чем многие спрашивают, на опережение скажу о снижении рождаемости. Это в целом статистика по России сегодня такая. Это не характеризует какой-либо субъект, хоть Мордовия, хоть Атарстан. Сегодня мы говорим о рождении детей, кто 90-х годов рождает. И, соответственно, это понятна тенденция. Мне кажется, здесь даже вот эти цифры приводить и говорить, что они характеризуют тот или иной субъект, это, наверное, не совсем правильно. Продолжим тему семьи. Важный вопрос – это выделение земельных участков многодетным семьям. Как идет работа в этом направлении? Понятно, что есть районы, которые полностью обеспечивают своих жителей свободными земельными участками, но, наверное, в городах, в частности в Чебоксарах, эта проблема остается весьма актуальной, неразрешенной. Цифры значимые. Почти 11 тысяч граждан, кто имеет право, уже сегодня стоят в очереди на предоставление земли. И больше, почти 60% тех, кто этим правом воспользовался и получил сегодня. Но статистика разная. Я всегда говорю, я по этому показателю наше муниципальное образование считаю сравнивать некорректно. Сложно сравнивать город Чебоксары, допустим, с любым другим районам на территории республики, но работу ведут сегодня все. Ведь у нас высокая плотность населения, вы знаете этот показатель по ПФО. Несмотря на наше малоземелье, мы решаем этот вопрос в том числе и через суды, в том числе и включением в границ населенных пунктов и много других способов, которыми мы решаем эти вопросы и наши многодетные землю получают. Мы создали нормативную базу в республике таким образом, что сразу предоставили нашим муниципальным образованием право предоставлять землю в смежных районах, для того, чтобы у того же города решить вот этот вопрос. Мы понимаем, что город, он не резиновый, что здесь невозможно решить вопросы, но для того, чтобы это было на должном уровне и опять-таки в смежных районах, близлежащих, этот вопрос, он решается. Со следующего года у нас будут действовать новые правила государственной катастрофы оценки. Давайте попробуем понятно и доступно объяснить все-таки, что это значит и, главное, зачем нужны эти самые новые правила. Примеры предыдущих лет, когда катастрофа оценка была, 10-11 год, в принципе, эта оценка была, она оценивалась для всех субъектов в целом, и было много споров. Что уж греха таить, споров было много. С одной стороны, споров в связи с тем, что было много ошибок, допущенные этими оценщиками, да, с другой стороны, что это и право наших граждан было отойти от массовой катастрофы и заказать индивидуальную рыночную. Вот сегодня наш федеральный законодатель дает нам возможность устанавливать самим субъектам оценку, а ведь мы лучше знаем, чем, да, там, откуда-то знают о нашей земле, знаем все особенности объекта недвижимости, и, соответственно, этим у нас будет заниматься Чуваштехинвентаризация, наше бюджетное учреждение. Цель поставлена именно провести достоверную, полную оценку для того, чтобы минимизировать споры в будущем. Работа действительно предстоит большая, будем надеяться, что она будет проведена успешно и плодотворно. Спасибо большое, Наталья Юрьевна, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас смотрите программу Вести Чуваксары. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!